Здравствуйте, любители здорового образа жизни! Мы приветствуем вас на канале Лаборатории спортивной адаптологии имени Виктора Николаевича Силуянова. Я Рыбакова Татьяна, руководитель отдела оздоровительных технологий. В сегодняшнем уроке мы поговорим о правильном грибке руками, о том, как нужно чувствовать воду для того, чтобы опору на руки чувствовать, и закрепим те упражнения, которые были на прошлом занятии. На сегодняшнем же уроке мы поговорим о правильном проносе руки и как работать на суше, чтобы в воде это все получилось быстрее. Первое упражнение мы делаем как повторение предыдущего урока. Главное правильно встать, скольжение, руки впереди, колени к животу и встаем. Второе упражнение мы начинаем так же, но проплыв немного на ногах, мы делаем грибок руками до ног, и вот в таком положении продолжаем плыть. Голова при этом в воде. И здесь важно подобрать свой грибок. Один раз попробовать сделать близко пальцы, руки согнуты до ног. Второй раз дальше и чувствовать, насколько мы себя вперед отталкиваем. И третий грибок, допустим, очень близко к животу, сильно сгибаем локти. Там четвертый вариант, мы не сильно сгибаем локти, то есть подобрать свой грибок. Посмотрим это. Итак, первое упражнение мы повторяем. Ноги работают, ноги прямые, колени к животу и встали. И обратно так же сделаем лицо в воде. Колени к животу и мы встаем. И вот теперь мы делаем второе упражнение. Начинаем. Грибок руками до ног и больше ничего не делать. И поднимаемся. И обратно так же. Грибок руками до ног. Так и хочется руки вперед провести, но мы этого не делаем. Мы просто поднимаемся. Во время этого упражнения делаем выдох. Мы варианты разные подбираем. Руки близко друг от друга, далеко, сильно согнуты, не сильно. Ваша задача прочувствовать грибок. Для того, чтобы лучше почувствовать воду, необходимо сделать еще и это движение. Когда мы сближаем руки, ладони вперед. Когда мы разводим руки назад, ладони назад. То есть чувствуем сопротивление воды. Необходимо научиться чувствовать грибок. Когда мы ведем руки вперед, большими пальцами вверх, назад, мизинцами вверх. В этот момент у нас еще и разгибается грудной отдел позвоночника. Хорошо работает между лопатками большая ромбовидная. Это очень важно, когда нагрузка на плечевой пояс из-за сидячей работы большая. Очень важно научиться чувствовать воду ладонью руки. Вот это упражнение тоже помогает понять, как мы, поворачивая кисть, давим на воду. Опираемся на воду. И следующее упражнение уже включит мышцы вашей спины. Мы делаем, начинаем точно так же. Делаем грибок до ног, а потом пронос рук над водой. И опять грибок и пронос над водой. Мы заканчиваем грибок ладонями вверх. И начинаем пронос тыльной стороной руки вперед. Грибок и пронос. Грибок и пронос. Так делаем три грибка на задержке дыхания. Ноги работают кролем. И ребята делают пронос за счет мышц спины. Три грибка. Встаем на ноги. Обратите внимание, как свободно проходят руки над водой за счет мышц спины. Если кисть повернуть во время проноса по-другому, большим пальцем вверх, как это делают новички, то спина не помогает. Это чрезвычайно трудно. Пока мы все делаем на задержке дыхания. Если мы сейчас начнем включать вдох, то мы просто помешаем правильной работе рук. Можно сначала задержать дыхание, а потом плавно сделать выдох в воду. И когда вы приплываете, нужно восстанавливать дыхание, делая выдохи в воду. Потому что вначале вы будете очень сильно уставать, дыхание будет сбиваться, потому что вы еще не умеете работать, не расслабляя мышцы. А напряженные мышцы, они съедают очень много кислорода. И заключительное упражнение нашего урока – это разноименно работать руками. Вы также отталкиваетесь и начинаете одной рукой, второй. И делаете четыре грибка. Руку проносим тыльной стороной вперед, чтобы помогали мышцы спины. Рука догоняет, одна рука догоняет другую. То есть мы поочередно работаем руками. Когда рука по воздуху, вторая рука уже начинает грибок. Достаточно сделать только четыре грибка. Четыре грибка. Свободная, кисть расслаблена. Заметьте, рука на воду падает свободно. Даже шлепает немного. Наша задача научиться пронос делать свободной рукой, раскрепощенной рукой. И опять, выдохив воду, мы восстанавливаем дыхание. И необходимо рассказать вам о тех случаях, которые происходят и в бассейнах. Хорошо, если это произойдет в бассейне. Но когда это происходит на открытом водоеме, происходит несчастье. Когда капля воды попадает на основание глотки, происходит спазм. И человек не может сделать вдох. Это защита, чтобы в легкие не попала вода. Человек делает вдох, а не может его сделать, потому что у него сильный спазм. На открытом водоеме он сильно пугается, да и в общем-то и в бассейне тоже человек сильно пугается. Начинает делать совершенно непонятные напряженные движения, суетливые. А напряженная мышца, она тяжелая и тонет. В открытых водоемах люди тонут по этой причине в основном. В легких потом у них не находят воды. Они утонули из-за того, что произошел спазм. Они просто не знали, что сделать. А нужно, если вы это почувствовали, просто покашлять. Сильно покашлять. Чуть ли не до рвотного рефлекса, чтобы эту каплю выгнать. И если такое в бассейне случилось, это надо, чтобы было именно пока вы учитесь. Чтобы вы это уже научились и не пугались. После этого обязательно нужно продолжить тренировку. Чтобы вот этот вот страх, он не остался с вами. Если у вас не получается пронос рук над водой, то полезно сделать это упражнение на суше. Когда вы проносите вперед руки, немножко приподнимайте плечи. Работают разгибатели спины. Это очень важно для нас мышцы. И заметьте, рука вперед от ноги идет тыльной стороной вперед. Вот это упражнение укрепляет спину. Оно показано вообще для укрепления спины. Я рассказывала о том, что нужно обязательно раскрепощать стопу. Что закрепощенная стопа мешает плавать. Вообще на месте человек стоит. И вот это упражнение желательно делать перед тренировкой, после тренировки. Просто днем, чтобы раскрепощать стопу. Покачиваясь, обязательно покачиваясь, мы растягиваем мышцы голени и мышцы стопы. У пловцов стопа эластичная. Это очень важно для здоровья, не только для хорошего плавания. Итак, на сегодняшнем уроке мы научились делать правильно грибок. Но этот навык нужно развивать и совершенствовать. Пока мы плаваем в воде, я плаваю с 9 лет, до сих пор совершенствование техники продолжается. Развитие плавания продолжается. Человек – это уникальная структура, и он находится в постоянном развитии. Так и ваш грибок будет постоянно улучшаться. Мы научились правильно проносить руку над водой. Это очень сложно. И этот навык проноса тоже нужно будет постепенно все лучше и лучше оттачивать. Вы научились поочередно работать руками. Чуть-чуть мы попробовали плыть кролем, но пока еще без участия вдоха. Потому что вдох мы будем позже включать, он помешает, сейчас он помешает правильным движениям рук. И вы поняли, если вдруг капля воды попадает в основание глотки, что нужно делать сразу, чтобы не растеряться и не испугаться. Наша лаборатория спортивной адаптологии Силуянова работает со спортсменами 50 видов спорта. Это не только любители, но и спортсмены высокой квалификации. И на нашем канале будут тренировки с чемпионами. Подписывайтесь на наш канал и тренируйтесь по науке. Продолжение следует...